Всем добрый вечер! Начинаем нашу конференцию. Сегодня у вас в гостях главный тренер команды «Северсталь» Петров Игорь Зиновьевич и команда «Локомотив» Воробьев Петр Ильич. Первое слово нашим гостям. Пожалуйста, Игорь. В первом периоде допустили две грубейшие ошибки. Индивидуальные ошибки в обороне, которые привели к двум голам. Потом схватили непонятный пятиминутный штраф, который тоже привел к голову и мужественно начали опять преодолевать ситуацию. С такой командой, как «Локомотив», с хорошо организованной обороной, тяжело было, конечно, отыграться. Но, тем не менее, пытались, забили гол в третьем периоде. Но создавали еще моменты, которые, в общем, не хватило мастерства использовать их. И результат вот такой закономерный. Потому что, конечно, в дебюте игры такие ошибки допускать нельзя. Спасибо вам, Петр Ильич. Ваша оценка встречи? Ну, там по удачно складывающейся встрече, конечно, мы не имели права продолжать так играть после третьего гола. Но я думаю, что ребята забыли, как надо выигрывать, введя в счете аж три шайбы. Для нашей команды это, конечно, героизм. Поэтому, мне кажется, потеряли голову. И удаление опять нахватали, и, в общем, скомкали игру. В конечном итоге все это вылилось в то, что и организация пропала, и необороны, и атаки практически тоже особенно серьезно не было. Поэтому, я думаю, что будем, конечно, пытаться разбираться в таких ситуациях, в какие веки мы три гола забили, в общем-то, за период с небольшим. Наверное, это пока сказывается на разуме игроков. Ну, а так всех в победы все же. Вторая подряд необходимая была победа. Спасибо, Петр Ильич. Переходим в вопрос. Игорь Зинович, вам вопрос. Второй голкипер у вас, БК, Иван Косудин, воспитанник Ярославского хоккея, играет мало в этом чемпионате. Не было у вас желания сегодня Ярослава его поставить? Очень большая пауза получилась у Ивана. Значит, вы было у нас почти на месяц, поэтому пока ждем, тренируется, восстанавливается. И не хотелось бы в такие ключевые моменты кидать, скажем так, парня в топку. И Якуб поймал игру, и смысла не было сегодня какие-то такие радикальные перестановки делать. Еще вопрос. Да, продолжение. Петр Ильич, можно вам вопрос о сегодняшнее большинство? Это всплеск или, на ваш взгляд, это плоды работы в Швейцарии? Знаете, скажу так, что пока это всплеск. Наверное, и плоды, потому что не только в Швейцарии. Мы изо дня в день все равно, честно, большинству уделяем внимание. Но, учитывая, что продолжение было такое, что было большинство, оно что было, что не было. Пару голов забили, неплохих, но продолжение, конечно. Поэтому нужно считать, что это всплеск. Ваш, пожалуйста. Петр Ильич, есть такое мнение, поговорка такая, что победный состав не меняют. Вы сегодня сделали изменения, и получается, с кореньем попали, угадали? Петр Ильич, готовился он в Швейцарии. И вообще мы его знаем, и знаем, как острого игрока. Поэтому то, что, конечно, он гол забил, он мог и еще забить в следующей смене. Но мы знаем, что это человек, который обостряет игру. Поэтому я не думаю, что это какая-то спонтанная или удачная. Я думаю, что повезло, конечно, что так он забил, молодец. А то, что мы его имели в виду и готовили, и в Швейцарии, и до этого, он же у нас еще до этого сыграл, по-моему, пару игр. То есть это не просто мы выхватили парня там, да. Мы на него обращаем внимание. Там еще есть Макшансов, есть и Красковский. Ну, это ближайшие, на кого мы, Романцев, на тех ребят, которых мы обращаем внимание. И готовим их не просто, а готовим и будем использовать. Это без сомнений. Продолжение аннотации по составу. Алексей Васильевич сегодня не играл. По каким причинам? Ну, у нас не очень результатило в предыдущей встрече. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Игорь Ильич, может быть, да, еще дальше по составу все-таки. Ульстриум здесь не попадает в состав, получается, а сборная играет. Что в нем не так? Ну, видно, у меня, наверное, квалификация не очень. Все есть вопросы? Пока не вижу. Еще вам вопрос. Вы сегодня мягко поругали ребят, да? А и кого можно вот сегодня похвалить, в частности? Кого-то можно, наверное? Корень его надо похвалить. Спасибо. У нас сейчас похвалишь потом. Полгода не видно будет. Ладно. Всем спасибо нашим соседям северным. Удачи. Ну, и будем ждать хороших новостей из Питера, от нашей команды. Всем удачи. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!